День с толком Третья волна коронавируса протекает в Алтайском крае сложнее, чем прежние. Стремительно увеличивается как число тяжелобольных, так и умерших. Пиковая статистика по этим показателям уже держится несколько дней подряд. Причина высокой заболеваемости и смертности от COVID-19, как пояснил сегодня глава регионального Минздрава Дмитрий Попов, в быстром развитии болезни. Сегодня количество больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, уже 195 человек. А это выше, нежели чем даже на пиках прошлого года. Тяжесть течения, быстротечность этого заболевания, когда пациент поступает в стационар, конечно же, отличается от, скажем так, осеннего варианта COVID-19. В Барнауле открывают четыре новых пункта вакцинации от коронавируса. Три из них заработали сегодня, и еще один начнет действовать завтра. С сегодняшнего дня прививки начали ставить в торговых центрах «Волна» и «Весна», а также в мобильном комплексе у Барнаульского автовокзала. Завтра, с 15 июля, к ним добавится площадка ОТЦ «Галактика». Отметим прививочные пункты впервые разворачивают в торговых центрах. Специалисты надеются, что большая проходимость в них поможет значительно увеличить число вакцинированных. Добавим, прививочные пункты ОТЦ «Праздничные» на площади «Спартака» пока работать не будут. Больше 12 тысяч жителей края сейчас находятся под наблюдением специалистов консультативного центра, которые проводят мониторинг амбулаторных больных с COVID-19 и пневмонией. В базу учреждения данные истекаются со всех поликлиник и больниц региона. Из-за роста заболеваемости штат сотрудников даже пришлось пополнить волонтерами-студентами медвуза и медицинского колледжа. О работе центра в разгар пандемии расскажем далее. Здравствуйте, это координатор центра по мониторингу COVID. Скажите, как вы себя чувствуете? Температуры нет? От 20 до 40 звонков в день совершает Виктория за свою 8-часовую рабочую смену. По другую сторону трубки болеющие COVID на дому, а также те, кого продолжают наблюдать после выписки из госпиталей и ожидающие результатов тестов. Волонтеры как раз сообщают, отрицательные они или положительные и интересуются состоянием пациентов. Каждый человек разный, нужно найти к каждому подход. Конечно, мне нравится то, что я помогаю людям, что приношу какую-то пользу. Мы курируем и обеспечиваем методическое сопровождение. Не только мы сопровождаем пациентов, но и наших коллег-медиков. В тех случаях, когда необходима коррекция медикаментозной терапии. В тех случаях, когда необходим забор дополнительных обследований, анализа крови, биохимического анализа крови. У нас не только ведение пациентов, но и методическое сопровождение наших коллег. У каждого волонтера есть куратор. Если требуется консультация более квалифицированного специалиста, последние тут же берут решение задачи на себя. Вам дышать трудно? Полный вдох сделать или частота дыхания увеличивать? Полный вдох. Когда дыхание задерживаете, кашель появляется? По результатам такого общения здесь решают, нужен ли пациенту визит врача на дом или больному требуется госпитализация. Доверяют пару студентам-волонтерам и больных пневмонией на дому. Но лишь тех, у кого небольшое поражение легких. Остальных мониторят практикующие медики. К слову, если пару дней назад в день врач консультировала по 50 человек в крае, сегодня уже 82. Некоторым приходится звонить несколько раз за смену. Но ведь состояние больных вирусной пневмонией может резко ухудшиться. И этот момент нельзя упустить. Нам нужны помощники. У нас растет заболеваемость. Мы не можем обхватить всех. Они хорошо работают. Они поняли суть, что надо. Они очень четко выслушивают. Я наблюдала за работой наших помощников, медиков. Обращала внимание, как работает медуниверситет. Вот первый курс молодцы, очень ответственный. Четвертый курс. Пока волонтеров только шестеро. Но в центре мониторинга надеются, что их число увеличится после каникул. Ведь медики сейчас на расхват. И рук просто не хватает. Помощь и такой тандем образования и практического здравоохранения на сегодняшний день это то решение, которое нам помогает качественно оказывать помощь пациентам и в некоторых ситуациях спасать жизнь. А тем временем все больше барнаульцев жалуются на нехватку специалистов узкого профиля в городских поликлиниках. Несколько человек обратились и в нашу редакцию. По их словам, попасть, к примеру, к неврологу, мамологу и лору практически нереально. О злободневной проблеме в сюжете Анна Рашагировой. Ждать приема две недели, а то и больше. В таких условиях нередко оказываются барнаульцы при обращении в государственные поликлиники. Одна из жительниц краевой столицы прислала нам видео, однако предпочла сохранить анонимность. У женщины воспаление в ухе, а лор, как выяснилось, сможет принять только через две недели. У меня два, наверное, пробка стоит в ушах. В кабинете неотложной помощи прием оказывает фельдшер, специалист широкого профиля. Но к нему нередко отправляют пациентов с одной стороны температурящих, с другой – с острой специфической болью. При другом раскладе люди ждут приема у конкретного врача неделями. «Мне нужно было к неврологу, я до сих пор не попала. Нету талонов. Ну, вот считайте, с апреля месяц. Вот сегодня я с восьми часов звонила, трубку раз ни раз никто не взял. Сейчас вот пришла, не записывают». «А почему? Объясняют?» «Ну почему? Утром надо приходить здесь, чтобы очередь была и заражаться». В ходе подготовки материала мы обзвонили все городские поликлиники и выяснили, что в каждой из них в штате числится лор. Но на практике попасть к нему очень сложно. Талон выдают только на две, а то и три недели вперед. Аналогичная ситуация с неврологами. Но самая острая ситуация с маммологами. Их нет ни в одной из барнаульских поликлиник. В Краевом Минздраве дефицит специалистов в первичном звене здравоохранения признают и говорят, что постепенно проблему решают. При этом подчеркивают кадровый вопрос во многом задача главных врачей медучреждений. «Целевой характер обучения, закрепление за медицинскими организациями – это, наверное, основная работа со стороны главного врача по привлечению молодых специалистов к себе. Конечно же, здесь все способы хороши». Получается, выход только один – частные центры. К примеру, платно маммологи принимают в 17 учреждениях. Востребованные узкие специалисты в принципе стараются уйти работать в частные клиники. И платят больше, и нагрузка меньше. Так, недавно в Барнауле открылся даже лорд-центр, который и объединил крайне востребованных специалистов. Но там за каждый прием придется заплатить. В среднем один визит в коммерческих центрах обойдется в тысячу рублей. Анара Шагирова, Данил Захаров. День с толком. К другим темам. В райцентре Благовещенского района к отопительному сезону запустят новую котельную. Об этом во время интернет-форума сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гилев. Он пояснил также, что администрация Благовещенского района заключила муниципальный контракт стоимостью 13 миллионов рублей на установку модульной котельной, которая будет отапливать жилые и административные здания. А в Змейногорске на одном из объектов теплоэнергетики сейчас заканчивают ремонтные работы. Скоро его хотят ввести в эксплуатацию. При этом в целом по отрасли ситуация далеко не оптимистичная. Так, по итогам 2020-го убытки составили 580 миллионов рублей. Рентабельность всего на уровне 12%. Основная причина издержек – перерасход топлива. За шесть месяцев этого года в Алтайском крае собрали налогов на 80 миллиардов рублей. Из этой суммы в бюджеты разных уровней поступило более 50 миллиардов. Об этом накануне Виктору Томенко отчитался руководитель налоговой службы по региону. Мы идем больше, чем 20% к прошлому году. У нас, если говорить о краевом бюджете, основные драйверы – это налог на прибыль и НДФЛ. То есть они, в принципе, всегда такими были, если мы говорили о положительной динамике. По словам Юрия Куриленко, в этом году вырос объем поступлений налога на доходы физлиц. Также отмечен значительный прирост поступлений от налога на прибыль, причем практически во всех отраслях экономики. В любой отрасли мы берем, то есть везде идет положительный прирост. Для целинного возложения, по крайней мере. Да, ну и здесь как индикатор можно же отслеживать, соответственно, и непосредственно самочувствие экономики. Теперь шокирующая новость. В Барнауле нашли труп новорожденного ребенка. Что еще страшнее – тело младенца кто-то пытался сжечь. Эта информация появилась сегодня в соцсетях. Сообщается, что останки нашел мужчина, который гулял с собакой по улице Советской армии. Примечательно, что сжечь ребенка пытались за детским садом. По данным канала РНТВ, полицейские уже задержали 29-летнюю жительницу Барнаула. Как утверждает горе-мать, дома у нее случился выкидыш. Испугавшись, женщина положила ребенка в сумку, вышла на улицу и подожгла. Вероятно, на днях мы узнаем подробности этой ужасной истории. И далее. Некурящим людям могут на 10 дней увеличить отпуск. С такой инициативой выступил член общественной палаты России Султан Хамзаев. По словам автора идеи, пагубная привычка отнимает у сотрудников до часа рабочего времени в день. И таким образом за год на курение уходит около 20 рабочих дней. Как в подобной инициативе отнеслись барнаульцы, узнаем далее. Некурящим правильно. Это правильно? Почему? Да. Ну, потому что курящие много времени затрачивают рабочим. Хорошая идея. Сам не курю, никогда в жизни не курил. Ну, мотивирует, наверное, чтобы люди здоровый образ жизни вели. Да что, к шуме-то? Вы считаете, это неверно? Положительно. Почему? Потому что система поощрения всегда работает. Но вы сами курите? Я бросил где-то примерно... Я курил 20 лет, бросил, короче, полтора месяца назад. Чувствую себя прекрасно. Сейчас собираюсь на футбол. Я затрудняюсь сказать. Вокруг меня курящих нет, поэтому я даже не задумывалась. Честно говоря, не буду путать карту вам. Но это не может так для людей мотивации быть. Человек не курит, иначе будет дольше отдыхать в отпуске. Ну, знаете, мотивации могут быть разные. Для кого-то это может послужить. А кто-то совершенно даже не обратит на это внимания. Просто тем, кто не курит, будет действительно хорошо. И все. В России, в том числе и в Алтайском крае, начали бороться с автомобильными шинами. Дело в том, что законодатели отнесли покрышку к четвертому классу опасности из-за ядовитости. И теперь барнаульцам навсегда придется попрощаться с лебедями и резиновыми клумбами. Подробности у Валентины Аскеровой. Наркоманы здесь вот, так сказать, этот самый закладывают под них. Здесь средь бела дня, значит, это самая бабушка, значит, закладку делала. Клумбы из покрышек уже давно облюбовали закладчики. Управдом Евгений Евтюшкин был свидетелем того, как закладчики прятали одурманивающие вещества в самодельных цветниках. Поэтому запрет на такие арт-объекты мужчина одобряет. Хотя и в этой истории, признает он, есть свои нюансы. Порой такие клумбы несут практическую пользу. Особенность наших дворов, что по ширине, значит, две машины не разъедутся. Нужно всегда одному куда-то, алло, сами зайти. Проезд такого, так сказать, незаконного, они как раз и являются этой защитой. У нас здесь начала организовываться хаотичная парковка автомобилей. И изначально, опять же, наши жители, чтобы сохранить газон, начали вкапывать покрышки. И была предложена альтернатива установке конусов. В любом случае, это так же эстетичнее, чем те же покрышки, которые имеют свой износ. Вот пример современного барьера, говорят представители одной из управляющих компаний города. Так в новостройках уже давно шинным самоотделкам предпочли вазоны. У нас относительно новый современный дом, поэтому мы придерживаемся, соответственно, современной концепции благоустройства. Конечно, изначально у нас появлялись здесь и клумбы, покрышки использованные. То есть жителям все равно хотелось каким-то образом высадить цветочки. И мы начали предлагать жителям воспользоваться альтернативой и закупкой вазонов. То есть, в принципе, вазонов мы уже достаточно закупили. И это более современно, более экологично. Кстати, сегодня законодатели отнесли покрышки к четвертому классу опасности. Мол, вещества, которые они содержат, ядовитые. Из народного творчества отныне грозит внушительный штраф от одной до 250 тысяч рублей. Если будут обнаружены такого рода арт-объекты и выяснится, что это изготовил человек по собственной инициативе, то будет наказано граждане на тысячи до двух. Если будет установлена вина и, допустим, поручение директора, например, управляющей компании, который в многоквартирном доме во дворе разместил такого рода арт-объект из шин, он будет привлечен к ответственности от 10 до 30. Ну, а вот если это будет привлекаться управляющая компания, то там еще более серьезная ответственность от 100 до 250 тысяч. При этом хранить шины на полигоне запрещено. Вариант отправлять резину на переработку. Кровой столицы, к примеру, колеса принимает предприятие по утилизации шин. Происходит сортировка, далее происходит дробление, резкое дробление этих шин. И затем получается крошка. В итоге получаем крошку разного диаметра, которая затем используется в изготовлении тротуарных покрытий. Резиновые коврики, китка. Так что у старых шин, по сути, одна судьба – перерождение. Если захочется как-то реализовать свой творческий потенциал, то придется обойтись без ядовитых веществ. Вот, например, во дворе дома на Партизанской построили целый деревянный мини-городок. Интересно и экологично, в отличие от соседней скульптуры умирающего резинового лебедя. Палентина Аскирова, Андрей Печоркин. День с толком. Середина июля – ягодная пора. Виктория еще не отошла, но уже поспели малина, смородина и крыжовник. Специалисты и садоводы говорят, ягода уродилась и лесная в том числе. Так почем нынче витамины и за сколько на рынках можно купить первые белые грибы, узнавали наши корреспонденты. А много ягод нынче? Много ягод нынче много. А как считаете, почему? Ну, наверное, погода хорошая, жарко, ягода же тепло любит. А кто-то считает, что обилие ягоды нынче как раз вопреки жаре. Но выбор у горожан большой. В лесах сейчас много клубники. Эта женщина собирала ее сама в районе села Зудилово. Продает недорого. Небольшой пластиковый стаканчик – 100 рублей, ведерко – 200. Низкая пенсия вынуждает торговать. Порой на жаре приходится находиться часами, чтобы подзаработать на дарах природы. На рынке социальные ряды битком. И ягода здесь на любой вкус. И лесная, и огородная. У меня смородина дома, красная, черная. Все, и жимолос есть. Просто она у меня еще не поспела. Малина только поспевает. Большой пластиковый стаканчик лесной земляники обойдется в 250 рублей. Красную смородину можно купить за 80. Крышовник стоит 100 рублей. Малина, как нам сказали, только пошла. Поэтому за трехлитровое ведерко просят 700. А вот три литра лесной клубники дешевле – от 500 до 600 рублей. Конечно, дорога о этом говорить. Ну, нынче плохо народ берет. А почему? Денег нет у людей. Потому что сейчас к школе детей готовят. И все же горожане активно интересуются. Причем и грибами. Пока на рыночках и рынках исключительно белые. Цена за килограмм царя грибов составляет от 400 до 450 рублей. Люди говорят – дороговато. Насколько грибы подорожали? Ну, раньше они были по 200-250 в том году я брал. А сейчас видите, насколько дороже. Когда наши пойдут уже местные, здесь озерки, ларить их, тогда они будут дешевле. Цена всегда дороже идет. Потом уже снижается. Когда у нас цена на грибы должна снизиться? В конце июля, я думаю, снизится. В общем, погода нынче благоволит. Ягод и грибов предостаточно. Цена на ягоды с прошлого года практически не изменилась. Грибы пока не каждому по карману. Но выбрасывать продавцам ничего не приходится. Говорят, к вечеру полки пусты. Кстати, в это время 100 рублей с ведерка покупателям точно скинут. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.